Двое в сумасшедшем доме. Первый говорит, как тебе мой роман. Второй отвечает, здорово, только действующих лиц много. Медсестра посмотрела на них и говорит, паразиты, опять телефонный справочник сперли. Заходит студент в комнату, где сидят преподаватели, принимают экзамены и жалобным тоном. Граждане преподаватели, простите, что я к вам обращаюсь. Сам я не местный, на вокзале украли зачетку со всеми оценками. Будьте так, милостивы, поставьте кто сколько сможет. После игры злой тренер заходит в раздевалку и начинает кричать на футболистов. И кто вчера предложил всем нажраться? Все молчат. Тренер продолжает. Я спрашиваю, кто вчера предложил выпить? Все молчат. Тренер, немного успокоившись, спрошу по-другому. Кто вчера первый сказал, ну что? Стоят три мужика в парке, видит идет четвертый. Первый говорит, мужики, сейчас Димон придет. С кем из нас он первым поздоровается, тот лох. Подходит Димон и говорит, пацаны, всем привет. Урок начальной военной подготовки в школе. Военрук говорит, завтра выезжаем на полигон на занятия по стрельбе. Тут кто-то из класса уточняет, а оружие брать с собой или на месте выдадут. Учительница на уроке математики задает задачу. Утром Маша одолжила у Вовочки 10 долларов, а у Вити 5 долларов. Сколько всего она должна будет вернуть ребятам вечером? Вовочка подумал и отвечает, там уж как мы вечером втроем договоримся. Сидят два мужика на лавочке и бухают, рядом проходит еще один, и тут его зовут. Петрович, будешь в водке? Тот посмотрел на них и отвечает, ну мужики, умеете же вы уговаривать. Сидит блондинка в баре и слушает разговор двух мужиков, а те просто в наглую унижают блондинок. Она не выдержала и сказала, все мужики думают, что блондинки тупые и глупые. Это все неправда, и уходит из бара, садится в машину и едет домой. На шоссе она видит блондинку, которая сидит в лодке посреди поля ржи и гребет. Блондинка выскакивает из машины и кричит той, что в лодке. Ты позоришь всех блондинок своим поведением? Если бы я умела плавать, то морду бы тебе сейчас набило. Мужик идет с цветами по парку, навстречу идет его друг и спрашивает, Ваня, ты куда? Первый отвечает, к женщине. Друг подумал и уточняет, а почему цеветы-то искусственные? В ответ слышит, а у меня и женщина-то резиновая.